Траурные митинги в память о жертвах геноцида в оккупированном Крыму под запретом уже 4 года. Несмотря на это, крымские татары на полуострове собираются у памятных знаков, чтобы возложить цветы, вспомнить тех, кто выжил, прочитать дуаза тех, кто так и не смог вернуться на родину после депортации 1944 года. На автомобилях и домах крымчан развиваются национальные флаги. Это кадры из крымского поселка Октябрьское Буюкон-Лар. Там собрались крымские татары, чтобы почтить память тысяч погибших от сталинских репрессий. А это уже кадры из Белогорска. Крымские татары там прочитали коллективный молебен Дуа. Помолились жители Белогорска и в мечети. На молебен возле памятного камня собрались жители Судака. Традиционно траурный митинг, на который ежегодно собирались десятки тысяч крымчан. На главной площади Симферополя оккупанты запретили еще в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Позже так называемые чиновники цинично предложили отказаться от Дня скорби. Якобы сколько можно плакать. Вместо этого предложили праздновать День радости. Потому что 21 апреля 2014 года президент России подписал указ о реабилитации народов Крыма, пострадавших во время сталинских репрессий. Сейчас на полуострове за попытку выйти 18 мая с национальными флагами крымских татар оккупанты задерживают, арестовывают и штрафуют. А сегодня еще и по центру Симферополя демонстративно проехалась колонна военной техники с триколором и флагом Новороссии.